Детектив Грач – это название, ну, рабочее пока название сериала, я не знаю, что там мы с каналом подумаем, как это называть, может быть, это оставим так, может, более выразительно, а то, понимаете, глухарь, грач, как-то так это немножко… Птица. Птица, да. Так, кто же такой грач? Сергей Грачев в исполнении Павла Трубинера, майор МВД. Его задача – найти правду и справедливость. Но после несчастного случая он может допрашивать не только живых свидетелей, но и мертвых. Ну что ж, неожиданно, что приходится играть с призраками, тех персонажей, которых ты не видишь, в общем, да, и не ощущаешь. Все это, это очень необычно, я бы сказал, крайне необычно. Со всем этим главному герою помогает разобраться коллега по работе Даша. Роль женщины с характером досталась хрупкой Светлане Ивановой. На протяжении всех 12 серий героиня Света дерется, убивает и спасает невинных. Ну, мне больше нравится думать, что это такая русская Анжелина Джолин. Ну, конечно. И я Павла тоже в этом активно убеждаю. Вообще, мне здесь непросто, потому что я нечасто таких девочек играю, таких уверенных в себе, у которых все клево. Которые такие клевые. Которые клево стреляют. Которые стреляют, бегают и вообще такие сильные, независимые. Ну, просто какой-то совершенно другой этап в моем творчестве. Это очень интересно. Несмотря на то, что снимает мистический детектив, на съемочной площадке воздух словно заряжен положительными эмоциями. Все дело в том, что одну из главных ролей в сериале играет Ивана Хлобыстина. С Иваном замечательно работать, потому что он потрясающая творческая личность. И это, естественно, не ограничивается только его актерской деятельностью, сценарной деятельностью. Это просто потрясающий творческий человек, который как-то всем сразу задает марку, планку. И все начинают этому соответствовать. Да, правда, он клевый. Я вчера с ним поснимался, сегодня еще двух. Да. Здравствуй, Горяш. Здравствуй, батя. Иван Иванович к выбору картин подходит очень ответственно. И поэтому в кино снимается не так часто, как хотелось бы его поклонникам. Но, видимо, сериал «Грач» чем-то зацепил актера. Да, мы убили несколько человек. Правильной интонацией, вот чем сманило меня. Правильной интонацией нравственного порядка. Мы застали Ивана Хлобыстина в гримёрке в самый ответственный момент – перевоплощение своего героя. Увидев на лице у Ивана Ивановича шрамы, раны и синяки, мы задумались, кто же его герой. Мой герой – запутавшийся человек, который, значит, пал жертвой обстоятельств. Плюс он в аварию попал, плюс с ним беспрерывно его гражданская жена разговаривает с того света. То есть она очень непростая у него жизнь. Иван Иванович – человек разносторонних интересов. Он и актер, и сценарист, и священник. Там глубоко позитивная и нравственная история. Он же жертвует собой. А задача священника – убедить человека, что жертва – это высшее, что может достичь духу. Но главное – любящий муж и отец. Это моя супруга звонит. Вот моя красотка. Я сейчас выгодить можно? Да, Крисонька. Когда с гримом было покончено, и режиссёр дал команду «Камера мотор», работа на площадке закипела пуще прежнего. Получается, я над ним, но он будет лежать. А Хлобыстин к роли маньяка подходит очень ответственно, но возможности посмеяться не упускает. Вот дал интервью телеканалу 7 дней.ру. Буду смотреть на следующей неделе. Буду смотреть на следующей неделе. Вопросы заковыристые всякие задавали. Вопросы заковыристые всякие задавали. Поближе познакомиться с главными героями и разобраться, где добро, а где зло, сможет каждый желающий уже этой весной.